Здравствуйте, уважаемые зрители нашего интернет-канала! Меня зовут Роман Карасёв, я представитель компании Fighting Films и Хаджиев Спорт. И сегодня тема нашего разговора – кимоно. Какое кимоно выбрать, какое кимоно для соревнований, какое кимоно для тренировок. Как вы все знаете, с 1 января 2014 года Международная Федерация дзюдо ввела новые правила на кимоно, в которых можно выступать на соревнованиях, проводимых этой организацией. Это так называемые лицензии или как многие называют ещё IGF-апровод. Правила в основном с 1 января коснулись длине рукавов кимоно. Далее Международная Федерация дзюдо сообщила, что с 1 апреля 2015 года изменится также и плотность ткани кимоно. Хочу сразу всех немножечко успокоить, особенно тех, кто не намерен или просто не хочет и не будет выступать на соревнованиях, проводимых Международной Федерацией дзюдо. Ну, во-первых, какие это соревнования? Это Кубки Европы и Мира, Грам-при, турниры серии Мастерс, большие шлемы, чемпионат Европы и Мир Олимпийских игр. Это соревнования, которые проводятся под патронажем Международной Федерации дзюдо. Значит, соответственно, на этих соревнованиях надо, конечно же, выступать в кимоно, которое имеет такую нашивочку маленькую, многие видели на кимоно, вешается, на котором написано IGF-апровод. Вот все правила изменения в кимоно коснулись именно вот этих соревнований. Те спортсмены или дзюдоисты, которые участвуют в соревнованиях внутри России, для них нет необходимости покупать кимоно, которое имеет нашивку IGF-апровод, потому что в правилах соревнований под дзюдо, которые проводятся в России, ну, допустим, Пеннист России или Чемпионат России, организаторами этих соревнований выступает Федерация дзюдо России. В правилах написано, что кимоно должно соответствовать только стандартам длины рукавов и никаких других ограничений нет, только как бы лекало пошива кимоно. Никаких нашивок, в принципе, не требуется IGF-апровод. Поэтому обязательно, если вам говорят надо, чтобы было апровод IGF, я думаю, что не стоит гнаться за этой нашивкой, только для участия в первенстве или чемпионате России. То же касается и турниры, которые проводятся в городах, там, первенстве или чемпионат вашего города, вашего района и так далее. Во-первых, почему не стоит гнаться? Потому что цена кимоно, которая имеет нашивку IGF-апровод, в разы больше, чем кимоно, которое не имеет IGF-апровод. Ну, допустим, примерка, возьмем кимоно компании Fighting Fitness. У них есть две модели. Одна модель это Superstar IGF-апровод, другая модель Black Label. Качество в кимоно одинаковое. Разница только в названиях моделей и в нашивке. Значит, у Superstar есть нашивка IGF-апровод, значит, в нем можно бороться и разрешено бороться на, как я говорил, соревнованиях, которые проводятся в Международной Федерации дзюдо. Black Label абсолютно такое же качество. Ничем не уступает по удовольствию носить это кимоно. Ну, на ней нет нашивки IGF-апровод. Но это не значит, что в нем нельзя тренироваться или выступать на соревнованиях. Там, чемпионат Москвы, первенство Москвы, чемпионат России. Да, если вы выиграли чемпионат России или вошли в призер и вас, тренер вам говорит, что вы едете, значит, вы попадаете в состав сборной национальной команды и вам надо ехать на турниры Кубок Европы, мира и так далее, вам придется купить кимоно, конечно, Superstar и IGF-апровод, ну или любые другие марки кимоно. Поэтому, прежде чем покупать кимоно, конечно, задумайтесь. И разница в цене. Допустим, на примере той же компании Fighting Films Superstar стоит порядка десяти тысяч рублей, а Black Label порядка шести тысяч рублей. Четыре тысячи рублей экономия – это достаточные деньги, чтобы задуматься о том, что покупать, а IGF или не покупать. Теперь, что касается тех, допустим, родителей, которые отдали своего ребенка заниматься в клуб дзюдо. И думаю, так, вот надо купить кимоно, которое лицензионное. Не понимаю вообще смысл слова «лицензионное». Для детей вообще не существует никаких лицензионных кимоно. Я имею в виду детей, которые возрастом до 15 лет, потому что все турниры, которые проходят в Кубке Европы и так далее, начинаются с 15-летнего возраста. Ну, то есть там 14-15 лет. До этого возраста нет никакой вообще необходимости покупать там лицензионные, которые там Международной Федерации дзюдо. Обычное кимоно, ну, допустим, у того же Fighting Films или у IGF Sport есть кимоно, там Beginner, Junior, Master Classic, у IGF Sport есть такое кимоно. Вот, поэтому нет смысла покупать лицензионное кимоно для детей, которые у вас только пришли на дзюдо и так далее. Самое важное, чтобы ваш ребенок получал удовольствие от того, что он носит кимоно, ему оно удобно, не жмет, не давит нигде, он подвижен и так далее. Значит, теперь подводим итог. Кимоно лицензионное, IGF Approved, что означает «Одобрено Международной Федерацией дзюдо». В нем только участие в соревнованиях, проводимых Международной Федерацией дзюдо. По большому счету, для тренировок оно не рекомендуется, потому что быстро выходит из строя кимоно. Если вы интенсивно тренируетесь, значит оно быстро выходит из строя. Соответственно, вам надо очень часто покупать такое кимоно, а это затратная часть. Поэтому для тренировок лучше купить кимоно Black Label, который не имеет IGF, и в нем тренироваться, а выступать уже, если вы едете на Кубок Европы Мира в Суперсталь. Второе, для детей вообще лицензия не нужна, еще раз повторяю. «Покупайте кимоно, чтобы ребенок получил удовольствие, и изучайте дзюдо». Вот, возможно, я, конечно, много наговорил, но я думаю, что вы поняли смысл разницы, там лицензионное, нелицензионное кимоно и так далее. Но еще хочу вкратце сказать, что перед каждыми соревнованиями любая организация делает положение о соревнованиях, где написано правило, по которым можно участвовать в соревнованиях. Также есть правило экипировки. Внимательно посмотрите, почитайте. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить организаторам, и просто уточнить, у них нужно ли, чтобы на кимоно было... Не задавайте такой вопрос. «Лицензионное кимоно». Нет. Задайте вопрос так. «Необходимо ли на моем кимоно, чтобы находилась нашивка IGF-апровод, или одобрена Международной Федерацией Дзюдо?» Только в этом случае, да, если организаторы скажут, «Да, надо, чтобы кимоно было такое», вы, значит, должны купить такое кимоно. Во всех других случаях, если вам говорят, что нет, не обязательно, значит, вы можете спокойно идти на соревнования в том кимоно, которое у вас есть. Конечно же, проследим за тем, чтобы оно было чистой, опрятной, нирваны. Желаю всем хорошего изучения Дзюдо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.